Здравствуйте, меня зовут Голзнов Андрей Леонидович, я работаю в педагогом дополнительного образования во Дворце Творчества Детей и Молодежи Преображенский, и я веду курсы робототехники для детей разного возраста. Сегодня я познакомлю вас со средой программирования Scratch. Для того, чтобы начать работать с программой Scratch, необходимо зайти на официальный сайт, который указан сверху экрана. Откроется окно с рабочей средой программирования. Если язык будет английский, то его можно переключить, выбрав его в списке, нажав на маленький глобус. В правой части экрана мы видим сцену. Сцена – это холст, на котором происходит действие наших роликов, анимаций или игр. В центре холста находится рыжий кот. Его имя – царапка. Это спрайт. Спрайт – это графический объект. Внизу мы видим настройки этого спрайта, его положение на экране, угол, куда он смотрит, и размер. Давайте попробуем заставить этот объект двигаться. В левой части находится палитра команд. Синя команда отвечает за движение. Давайте выберем первую команду «5-10 шагов». Нажмем на эту команду и посмотрим, что код передвинется на небольшое расстояние. Мы можем размещать его в любом месте сцены. Давайте добавим еще один объект. Для этого выберем готовый объект из нашей библиотеки. Пусть это будет баскетбольный мячик. Для него откроется своя область, в которой описано его поведение. Давайте попробуем заставить мячик двигаться. Но нам надо, чтобы он делал это постоянно. Поэтому в палитре «Управление» мы выберем цикл «Повторять всегда». И для того, чтобы программа начала работать, выберем ее «Начало», когда нажат зеленый флажок. Теперь если нажать на зеленый флажок, то мячик начнет двигаться. Он улетел за границей экрана. В команде «Движение» можно выбрать. Если касается края, то оттолкнуться. Давайте посмотрим, что получилось. Теперь мячик видит границы экрана. Красный кружочек останавливает выполнение всех наших скриптов. Что мне хочется сюда добавить? Какой-нибудь интересный фон. Управление фоном происходит с правой стороны на панели сцены. Давайте выберем что-нибудь, связанное со спортом. Баскетбольная площадка. Давайте попробуем. Отлично. Объекты могут взаимодействовать друг с другом. Давайте добавим коту реакцию на баскетбольный мячик. Используем цикл «Всегда» и используем условие «Если» «Если происходит какое-то событие, то мы должны выполнить какое-то действие». «Событие» находится в разделе «Сенсоры». И давайте выберем «Событие касается». И здесь выберем «Баскетбольный мяч». Если кот касается баскетбольного мяча, то давайте подумаем 2 секунды и напишем здесь мяч. Давайте попробуем. О, кот у нас побежал. Берем движение. Теперь кот замечает, когда до него долетает мяч. Это и многое другое вы можете сами попробовать сделать. А на этом всего-всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА